Другая вещь, которая меня поразила, и которую я считаю ключевой в толковании истории об Аврааме, заключается в том, что Авраам просто идет и делает. Вот в чем вся суть. Когда я размышляю о своей жизни, то вижу, что ничто из того, что я сделал, не прошло даром. Говоря «сделал», я имею в виду, что вложил душу, приложил максимум усилий. Эти усилия никогда не оказывались напрасными. Конечно, не всегда все выходило так, как я задумывал, но это уже другой вопрос. Суть в том, что от этих усилий всегда была положительная отдача. Когда я чем-то жертвовал, чтобы сделать что-то стоящее, то всегда обретал нечто ценное. И я думаю, один из посылов истории об Аврааме в этом и заключается. «Иди и сделай что-нибудь». Я размышлял об этом с разных точек зрения, не ограничиваясь толкованием библейского текста. У меня есть программа, кто-то наверняка о ней слышал. Программа проектирования будущего. Она разработана, чтобы помочь человеку спланировать свою жизнь на ближайшие 3 или 5 лет. Там нужно ответить на вопросы, это программа в письменном виде, о том, какой бы вы хотели видеть свою жизнь, своего персонажа, на протяжении этих 3-5 лет. Так, как будто вы заботитесь о себе, как о человеке, который для вас по-настоящему важен. То есть вы как бы должны разделить себя на двух людей и относиться к себе как к человеку, которого уважаете и которому желаете лучшего. А это не так-то просто, потому что люди не всегда себя ценят и не всегда желают для себя лучшего. В них много презрения и ненависти к себе, много чувства вины, экзистенциальной тревоги, стыда за самого себя и так далее. Поэтому люди не всегда хорошо о себе заботятся. Я считаю, что у нас есть моральное обязательство, и это одно из самых важных моральных обязательств, относиться к себе как к ценному человеку, в каком-то смысле независимо от наших действий. Это можно понимать в метафорическом смысле. Признать свою божественную ценность в библейском понимании этих слов, несмотря на свои грехи. Это очень мощный посыл, когда его осознаешь. Так вот, в этой программе есть, например, вопрос о том, какими бы вы хотели видеть свои дружеские отношения. Полезно окружать себя людьми, которые стремятся к развитию, и, что еще важнее, рады вашему развитию и не рады вашему регрессу. Регрессу не в том смысле, что вы оступаетесь, а в том смысле, что вы совершаете саморазрушительные поступки. Друзья не должны это поощрять, иначе это будет совсем не по-дружески. Я понимаю, что это очевидная мысль, и все же такое случается сплошь и рядом, и люди это допускают. Но ничего хорошего в этом нет. Еще вопрос из программы. Как бы вы хотели, чтобы была устроена ваша семья? Об этом я тоже размышлял в связи с историей о Нойвом ковчеге. Там есть фраза, которую я не понимал, о том, что Ной был непорочный вроде своем. Что это значит? Я не понимал, а когда читаешь такой текст, как Библия, и не понимаешь какую-то строку, значит, ты что-то упустил из виду. Это не строка плохо написана, это ты ее не понял. То, что Ной был непорочный в своем роде, и потому смог построить ковчег, который спас его, а с ним и все человечество от потопа, означает, что он не только ходил пред Богом, что мы обсуждали в контексте Нагорной проповеди, но и то, что он установил правильное отношение в семье, правильное отношение с детьми. Это означает, что он не только был гармоничным человеком, но что его гармония достигла таких высот, что вышла за пределы его личности и распространилась на его семью. Поэтому в ковчег вошел не только он, но и его семья. Я это осознал в этом году. Год у меня выдался напряженный, можно сказать, что у меня был потоп за потопом. У меня были большие проблемы со здоровьем, например, и так далее. И пережить их все я смог отчасти потому, что моя семья по-настоящему сплотилась вокруг меня. Дети, жена, родители, друзья. И вдруг на этой неделе пазл у меня в голове сложился. Я подумал, так вот это и значит. Был непорочный в роде своем. То есть он не только привел в порядок себя, но и свои отношения с семьей. И я могу вам сказать, что когда наступит кризис, а он наступит, непременно наступит, потоп случится. Нам всегда угрожает апокалипсис. Потоп в масштабах вашей жизни непременно произойдет. И то, насколько вы организовали себя психологически и насколько наладили отношения с семьей, может в переломный момент решить вашу судьбу или судьбу ваших близких. Итак, в ковчеге находится человек, который ходит пред Богом и который не порочен в роде своем. И именно эти качества спасают человечество во время катастрофы. С точки зрения психологии, это очень верный ход мыслей. На этой неделе я размышлял еще над одной строкой из Нового Завета. Кажется, из Нагорной проповеди, точно не помню. Там Христос сравнивает Царство Божие с горчичным зерном. Горчичное зерно очень маленькое, но дерево из него вырастает внушительное, раскидистое. Я размышлял о том, как именно нужно действовать, чтобы улучшить мир, если считать, что в этом состоит наша миссия, и понял, что действовать нужно именно так. Многое в нашем мире нуждается в исправлении. Все, что вас беспокоит в мире и в себе, нужно исправить. Это в ваших силах. И мое озарение состояло в том... Знаете, у меня есть один друг, он живет в Монреале, его зовут Джеймс Саймон, он замечательный художник. Он сделал дизайн интерьера моего дома. Пару лет назад я у него купил несколько картин. У него есть серия полотен, которую он нарисовал, путешествуя по Северной Америке. Он приходил в разные места, вставал на дороге, в пустыне, на берегу океана и рисовал свои ноги. То есть все его картины — это как бы вид из глаз на его ноги, стоящие в разных местах. Одна его картина у меня даже висит в уборной. На ней он стоит и смотрит на писсуар. И всей этой серии картин он как бы говорит, где бы ты ни был, будь внимателен. Все эти места, в которых он побывал, всюду, он всегда смотрел в одну точку, на свои ноги. Можно сказать, что это очень будничный, приземленный ракурс. Но он много времени вкладывает в картины, может, 40 часов, и они выходят очень реалистичные, с красивым светом. И как художник он этим говорит. Все вокруг достойно того, чтобы разглядывать это бесконечно. Но наше время не бесконечное, и поэтому за нас это делает художник. Он вглядывается и вглядывается, и затем дарует свой взгляд нам через картину. И это напоминает нам, что все сущее, оно всегда здесь, с нами. Это трудно осознать, но это правда. Я много раз говорил и на лекциях, и отвечая на вопросы онлайн, что начать исправлять мир стоит с уборки в своей комнате. Я хочу немного на этом остановиться, прежде чем мы вернемся к теме лекции. Эта фраза превратилась в такой странный интернет-мем, в шутку. И это хорошо. Мне нравится, что это восприняли с юмором. Юмор очень важен. Он помогает избежать конфликта. Так вот, я обдумывал эту мысль про уборку комнаты в связи с идеей о горчичном зернышке. И смысл того, чтобы убраться в своей комнате, это то, что я почерпнул у Карла Юнга в его исследованиях по алхимии. Согласно Юнгу, когда алхимик пытается создать философский камень, он не только преобразует материальный мир, он преобразует и себя самого, одновременно с химическим превращением, то есть в каком-то смысле совершает психологическую работу. Допустим, вы хотите навести порядок в комнате и украсить ее, потому что красота тоже важна. Допустим, все, что у вас есть, это маленькая комната. Вы не богач, у вас нет никакого влияния, но у вас есть ваша комната, пространство прямо перед вами, часть вселенной, на которую вы повлиять способны. Можно спросить, а что же там такого есть в этом пространстве? Правильный ответ, это зависит от того, насколько широко у вас открыты глаза. Уильям Блейк, например, говорил, что, и Олдес Хаксли тоже говорил похожие вещи, что в трансцендентном состоянии сознания ты видишь в конечных вещах бесконечность, то есть можно увидеть бесконечность в том, что находится в пределах вашей досягаемости, если в него всмотреться. И может быть тоже верно в отношении вашей комнаты. Итак, вы решили убраться в комнате. Как именно это сделать? Комната — это место для сна. Если вы правильно обустроите свою комнату, то поймете, как нужно спать, когда ложиться спать и как засыпать. Потом вы поймете, во сколько нужно вставать, какую одежду надевать, поскольку вам придется убраться и в шкафу. Чтобы решить, что надеть, нужно понять, по какому поводу вы одеваетесь, а значит, нужно будет понять, что именно вы собираетесь делать. И ваша комната должна отвечать этим нуждам. В противном случае она обустроена неправильно. Если ваша комната не отвечает вашим нуждам, вы будете в ней несчастливы. Почему? Потому что мы воспринимаем мир как место, где нужно переместиться из точки А в точку Б. И если место, в котором мы находимся, способствует этому движению, нам в нем приятно. Если же оно превращается в препятствие, нам в нем плохо. Поэтому, чтобы привести в порядок комнату, вам нужно что-то, к чему можно стремиться, иначе вы этого сделать не сможете. Потому что порядок в комнате должен способствовать стремлению к вашей цели. Дальше вам, возможно, стоит украсить комнату. Это уже сложнее, это требует вкуса. Для этого не обязательно быть богатым. Можно иметь много денег и быть начисто лишенным вкуса. А можно не иметь денег вообще, но обладать тонким вкусом. Вкус важнее денег, когда речь идет об украшении комнаты. Деньги, конечно, тоже не помешают, но вкус играет решающую роль. Люди, обладающие творческой искрой, могут творить красивые вещи буквально из ничего. И кроме того, история искусства свидетельствует о том, что если ты хочешь создать нечто прекрасное, то ограничения, которые ты на себя накладываешь, способствуют творчеству, а не мешают ему. Предположим, вы хотите создать что-то из ничего, подобно божественному акту творения. Для этого нужно быть творческим человеком. То есть, чтобы украсить комнату, вам нужно развить в себе способность к творчеству, и вот тогда комната у вас заблестит. Далее для этого нужно согласие в семье, иначе ваши родные станут вам помехой. Вы и сами себе будете помехой, потому что вам не будет хватать дисциплины, чтобы все сделать как надо. И когда вы начнете выстраивать этот маленький идеальный микрокосмос из того, что у вас под рукой, это спровоцирует все патологическое, что есть в вашей семье. Близкие захотят узнать, что это вы такое задумали, и не факт, что им это понравится. Потому что, если они, как и вы, пребывают в некоем болоте, то чем больше вам удается из него выбраться, тем хуже оно начинает выглядеть в их глазах. И, казалось бы, они должны радоваться вашей победе над хаосом и злом, но обычно все наоборот. Они попытаются утянуть вас обратно, на дно. Конечно, не все семьи так устроены, но в какой-то степени это да, происходит во всех семьях, а в каких-то семьях только это и происходит. И это означает, что если вы захотите навести порядок у себя в комнате, у себя дома, вам придется столкнуться с демонами, которые в вашем доме обитают. А это бывает жутко, потому что у некоторых бесов есть родословное, которое уходит корнями во многие-многие-многие поколения. И Бог знает, через что вам придется пройти, чтобы их одолеть. В общем, привести в порядок себя и свою комнату это совсем не будничное дело. Взявшись за него, вы многому научитесь, и тогда вам, может быть, удастся немного наладить отношения в семье, а затем вам, возможно, хватит силы характера, чтобы начать нести в мир ваш рабочий коллектив, а затем и в более широкий социальный круг благо, а не вред. Потому что, осознав, как же сложно навести порядок в своей комнате и в себе самом, вы научитесь какому-то смирению. Вы осторожно, с полным пониманием ситуации, будете идти навстречу благу. Субтитры сделал DimaTorzok